в этом лесу я был три раза мужчина застрелился выстрелил себе из обреза прямо в голову в первое посещение этого леса ночью я встретил здесь человека эй ты кто и нашел петлю вот на этом дереве ребята это петля в ту же ночь мне удалось услышать и записать некий шепот не потому что сейчас слышу шутку во вторую ночь некое существо появившиеся из чаще леса вынудила меня покинуть это место третья ночь не дала никаких результатов дагас и эвас около трех лет я не возвращался в это место и все это время мне хотелось выяснить что обитает в этом лесу хотелось узнать смогу ли я увидеть или записать на видеокамеру ту сущность которая вступала со мной в контакт и тут встал вопрос как увидеть и заснять на видеокамеру эту сущность что способна приманить ее и что даст шанс запечатлеть ее астральное тело в нашем мире я перебрал множество вариантов того как можно связаться с этой сущностью от способа связи с ней с помощью спиритической доски до сеанса некромантии но если первый способ связи показался мне бесполезной траты времени то все последующие варианты были довольно опасными экспериментами и откинув все бесполезные и опасные способы связи и оставил один который на мой взгляд именно в этом месте сможет дать результат при этом не нанеся мне сильного вреда я решил попытаться заснять эту сущность с помощью зеркало зеркало в древности и в наше время у магов и ведьм считается предметом который открывает врата между двумя мирами зеркало обладает двойственной магией она одновременно существует в двух мирах физическом мире и духовном также зеркало имеет определенную память она как губка впитывает в себе те эмоции которые испытывали люди находясь перед ним считается что в основном зеркало впитывает в себя отрицательные эмоции такие как страх и волнение печаль и боль ненависть и золо в магических практиках перед проведением ритуала проводится очистка зеркала определенным способом чтобы во время работы не привлекать отрицательных сущностей или негативную энергетику но для моего эксперимента требовалось заряженное зеркало зеркало не очищенное и тогда я начал искать зеркало которое долгое время находилось в квартире и впитывало в себя энергетику людей в конечном итоге я нашел подходящего размера зеркало которое несколько лет простояла в квартире здравствуйте я нашел ваше объявление о продаже зеркало оно еще актуально я договорился о встрече но за день до предполагаемой покупки мне позвонил продавец и сказал что он продал это зеркало и тогда мне пришлось поехать и купить совершенно новое зеркало нужного размера и тогда я задался вопросом как зарядить зеркало как сделать так чтобы она получила хоть какую-то энергетику кроме моей перебрав несколько вариантов я остановился пожалуй на самом эффективном но в то же время опасном варианте я решил оставить зеркало на кладбище на три ночи с наступлением темноты я буду оставлять его средь могил до утра а утром буду переносить зеркало в лес чтобы его никто не украл или не выбросил вечером я верну его на прежнее место есть возможность того что в зеркале будет заключен дух складбище если это произойдет то во время эксперимента в зеркале появится именно он а не та сущность которая обитает в лесу самоубийц но есть один способ который теоретически позволяет определить захватила ли зеркало какую-либо сущность или нет но об этом я расскажу позже в любом случае при появлении какой-либо сущности в зеркале будь то сущность складбище или сущность из леса мы с вами ее увидим а в этом и состоит желанный исход эксперимента я много раз видел рассказы о том что когда люди подолго смотрят на себя в зеркало они видят некие изменения которые происходят с их лицом они видят морщины которые появляются на их лице они видят как их лицо изменяется а кто-то видел череп вместо своей головы конечно это все очень интересно и мне крайне любопытно узнать что я смогу увидеть если буду смотреть в одну точку на зеркале в темноте но также не интересно эзотерическая сторона эксперимента мне интересно смогу ли я с помощью зеркала открыть портал в иное измерение сможет ли зеркало мне что-то показать и сможет ли моя видеокамера заснять что-то что может явиться из параллельного мира многие эзотерики а также некоторые мировые культуры утверждают что нельзя смотреться в зеркало ночью но что такое ночь ночь это определенное время суток когда солнце заходит за горизонт и естественное освещение пропадает но что если зайти ночью в комнату с зеркалом и включить там свет будет ли это считаться ночью или наличие искусственного освещения отменяет понятие ночи открыть полноценный портал между мирами можно лишь темноте но ведь если не будет цвета то не будет и отражение в зеркале а если не будет отражение в зеркале то не будет и портала а если не будет портала то нельзя будет осуществить связь с параллельным миром значит для того чтобы портал открылся и сработала магия зеркала свет все же нужен но кто сказал что этот свет обязательно должен быть виден человеческому глазу что если те кто установил определенные правила работы с зеркалами имели другое видение которое недоступно большинству людей что если они могли видеть отражение в зеркале из-за способности видеть свет энергии исходящий от тела человека и благодаря этому свету они видели отражение в полной темноте сожалению таким восприятием я не обладаю но у меня есть инфракрасный фонарь есть ночной режим на моей камере и благодаря этому я смогу заснять свое отражение в зеркале которые не будет видно моему глазу но если глаз человека чего-то не видит то это совсем не означает того что этого нет мои глаза не могут увидеть свет инфракрасного фонаря но тем не менее этот свет есть и вполне возможно что мои глаза смогут увидеть этот свет на уровне подсознания а если мое подсознание улавливает этот свет то я смогу видеть отражение в зеркале опять же на уровне подсознания а если мой мозг мое подсознание видят отражение то открытие портала становится возможным а если портал будет открыт то я хоть и неосознанно но смогу видеть сущностей из потустороннего мира они смогут видеть меня если они придут и проявится в зеркале то моя камера теоретически сможет их записать настала ночь и я приехал в лес самоубийц сейчас я нахожусь на том самом месте где я нашел петлю на дереве вот то самое дерево на котором мной была обнаружена петля вот на этом самом суку который я срубил во вторую ночь после чего с той стороны из чаще этого леса раздались звуки звуки падающих деревьев и на меня была совершена некая энергетическая атака что это было за существо я до сих пор не знаю сегодня я прибыл сюда днем я походил в той стороне но ничего интересного там не обнаружил только лес лес поваленные деревья и бурелом шум который вы слышите это шум машин то есть в той стороне проходит трасса оживленная и постоянно днем и ночью там ездят машины но я думаю это нам не помешает в нашем сегодняшнем эксперименте помните я вам говорил что если в зеркале будет заточена какая-то душа то есть два способа как это проверить есть там душа или нет первый способ заключается в том что нужно дотронуться до зеркала и потрогать холодное оно или нет зеркало холодное но сейчас всего 12 градусов тепла а зеркало является стеклом и она очень быстро остывает до температуры окружающей среды второй способ заключается в том что к зеркалу нужно поднести горящую церковную свечу и если в зеркале что-то живет то свеча очень быстро потухнет я зашел сегодня в церковь и купил там освещенную свечу давайте мы ее сейчас подожжем и посмотрим потухнет свеча или нет сказалcentered achaочная свеча или нет объясняю ответ maioria время 20 Как видим, свеча не потухла. Как я мог заметить, она разгорелась еще больше. Значит, в зеркале никого нет. Ну а теперь давайте приступим к нашему эксперименту. Обдумывая эффективность данного эксперимента, я надеялся на то, что в лесу я буду находиться в полной темноте. И когда я начал эксперимент и выключил свет, то некоторое время я действительно ничего не видел. А когда мои глаза привыкли к темноте, я стал видеть просветы между деревьев, стал видеть свое отражение в зеркале в виде темной фигуры и видеть пространство за своей спиной. Такому хорошему обзору в лесу поспособствовал вышедший из-за облаков полумесяц. Эти обстоятельства меня немного разочаровали, но вполне возможно, что они же и позволили мне увидеть в зеркале несколько интересных видений. Сейчас, проведя несколько минут в темноте, мои глаза адаптировались к темноте, и я вижу просветы между деревьев. И глядя постоянно в одну и ту же точку на зеркале, у меня возникает ощущение, что зеркало просто исчезло. То есть до этого я видел отражение в нем, отражение инфракрасного фонаря, который стоит на камере. И видел отражение себя в зеркале, свою темную тень. И видел то, что отражает зеркало. Оно отражало просветы за моей спиной, просветы между деревьев, просветы на небе. И сейчас, посмотрев несколько минут в одну точку на зеркале, у меня возникло ощущение, что зеркало просто исчезло. Я вижу только красную точку инфракрасного фонаря на камере. И у меня возникает такое ощущение, что я вижу сквозь зеркало. То есть я вижу то, что находится за ним. Когда я, не отрываясь, смотрел в одну точку на зеркале, и оно исчезало, мне становилось не по себе. Меня без видимых причин охватывал страх, а по телу бегали мурашки. Мне не давала покоя одна мысль. А что, если это не обман зрения? Что, если то, что я вижу, показывает мне зеркало, а не мой мозг? И каждый раз, когда зеркало исчезало, у меня в голове все чаще мелькала эта мысль. Но все это ни шо, ни в какое сравнение с тем, что я начал видеть дальше. Очень жутко становится, когда пропадает из виду зеркало. Складывается такое впечатление, что зеркало пропадает, пропадает дерево. Я вижу то, что находится за зеркалом, я вижу то, что находится за деревом. И создается впечатление, что вместо дерева, где-то вот здесь, с левой стороны, там стоит только камера и смотрит на меня. Такое ощущение, как будто бы я погружаюсь в зеркалье и вижу оттуда, с той стороны, то, что находится здесь. Но меня, меня с той стороны, как бы не видно. Блин, это действительно очень жутко. Блин, это действительно очень жутко. Я не знаю, сколько сейчас прошло времени, но чем дольше я стараюсь смотреть на зеркалье в одну точку, тем больше я понимаю, что я погружаюсь куда-то как бы вглубь себя, внутрь себя. Я понимаю, что я как бы отключаюсь от этого мира. Все больше и больше меня начинает захлестывать темнота. То есть я все больше и больше как бы погружаюсь в это зеркало. И доносящийся звук машин с трассы, который сейчас можно слышать, полностью исчезает. Такое ощущение, как будто бы я погружаюсь в какой-то вакуум, в какое-то совершенно безмятежное пространство. Чем дольше я позволял себе погружаться в этот вакуум и отключаться от реальности, тем больше меня охватывал страх и необъяснимое чувство тревоги. В какой-то момент меня словно обдалу морозным ветром и по телу прошла судорога. Продолжение следует... Некоторое время я смотрел на пространство за собой рассеянным взглядом. Там все же видно какие-то просветы. И у меня возникала такая картинка перед глазами, что зеркало начинает идти волнами. Как будто бы его геометрия изменяется, искажается картинка, которую я могу видеть позади себя. Продолжение следует... Не знаю почему, но меня сейчас охватывает озноб. Становится холоднее. Хотя на улице не так уж и холодно. 13 градусов. И руки у меня вполне горячие. И одет я тепло. Показался какой-то скрип за моей спиной. Такой, как будто бы железкой провели по железке. Хотя, может быть, это какая-то птица. Чем дольше я смотрю на зеркало, тем больше у меня начинают болеть глаза. Такое ощущение, что глазные яблоки просто сдавливают. Это давление на глаза было похоже на то, что произошло со мной после того, как я срубил сук с дерева, на котором я нашел петлю и на которой сейчас опиралось зеркало. Но в отличие от той ночи, давление на глаза не было резким. Она растала постепенно. Перед тем, как я сказал о давлении на глаза, за моей спиной проплыл некий светящийся объект, похожий на фары машины. Но в той стороне леса нет ни дороги, ни тропинки, где могла бы проехать машина. Наряду с сохранившимся давлением на глаза у меня началась усиливающаяся головная боль. Все сильнее и сильнее начинает болеть голова. Давит на виски. Игра. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, что это было Но в какой-то момент я некоторое время стал смотреть в одну точку в зеркале У меня было такое ощущение, что я полностью погрузился в зеркало И все у меня вокруг просто как будто бы замерло То есть я в данный момент даже не слышал шум машин, которые идет с трассы И в какой-то момент я перевел свой взгляд в сторону, в пространство за своей спиной И мне показалось, что там кто-то стоит позади меня И это было как-то несколько шокирующе на самом деле Но я просто понимаю, что это всего лишь игра моего воображения Так что продолжаем эксперимент А если это не игра воображения, то я надеюсь, что все это записалось на видеокамеру Позади себя я увидел стоящий силуэт человека Этот силуэт ничем не отличался от моего отражения в зеркале Он был таким же черным, без каких-то особых примет Единственное, что удалось запомнить, так это то, что силуэт казался худощавым Вполне возможно, что это была игра моего воображения После того, как мне явилось это видение, головная боль прошла Но давление на глаза сохранилось Сейчас с этой стороны я боковым зрением ловил какое-то свечение Посмотрел туда, и это было на земле И этот огонек продолжал светиться И потом, через какое-то время, через несколько секунд, он потух Но я думаю, что это, скорее всего, какой-то светлячок Я, пожалуй, буду фонарь держать под рукой на всякий случай Чтобы, чтобы мало ли что Становится тревожно Нервная система у меня так начинает пошаливать немножечко Ну ладно Я сюда за этим приехал Продолжаем Я продолжал сидеть и смотреть в зеркало После появления фигуры за моей спиной Я никак не мог расслабиться и сосредоточить внимание на одной точке Давление на глаза возрастало Глаза болятся сильнее и сильнее Но главная боль отступила Слева от зеркала прошла какая-то тень Я много раз пересмотрел этот момент во время монтажа видео Сначала я подумал, что перед камерой что-то пролетело Но в таком случае это что-то должно было попасть на камеру Но этого не произошло Через несколько секунд я отклоняюсь влево В этот момент мне показалось, что я увидел в отражении В нескольких метрах за своей спиной Некое движение В тот момент я решил Что это мне просто показалось Но когда на монтаже я увидел тень в кадре Которая появилась ровно за 6 секунд до того Как мне что-то показалось за спиной У меня появились обоснованные подозрения Что оба этих события связаны Прошло всего 4,5 минуты с того времени Как я что-то увидел за своей спиной После промелькнувшей тени Последние несколько минут я попеременно Слышу какое-то движение с двух сторон Одно справа от меня, второе слева С той стороны, откуда в тот раз на меня была совершена некая атака Я надеюсь, что сегодня такого не повторится Я сейчас показал, что с этой стороны передо мной стоит Ну не передо мной, в метрах В 15 стоит что-то огромное такое и белое Но это всего лишь игра воображения и обман зрения Плюс отсутствие света в лесу Находясь в подобных местах ночью Большинство из увиденного и услышанного мною Я списываю на обман зрения и естественные звуки Списал бы и эти шорохи на естественные звуки И тот огромный белый силуэт списал бы на обман зрения Но факт появления тени, факт того, что я увидел что-то за своей спиной И буквально через несколько минут раздались шорохи И появился некий огромный силуэт Заставляет меня думать, что это не простое совпадение А проявление некой сущности, обитающей в этом страшном месте И вполне возможно, что в этом лесу для того, чтобы что-то увидеть и записать Было бы достаточно провести там некоторое время в темноте Не издавая никаких звуков Звуков Сейчас тот же свет, который я видел слева от себя на земле Я увидел его с этой стороны Из леса Между деревьев Но я думаю, что это светлячки Вот сейчас То свечение, которое я видел сначала с этой стороны Потом Оно было С той стороны из леса Оно появилось прямо вот здесь Рядом со мной Рядом со штативом Когда я сфокусировал на нем внимание Это свечение Через несколько секунд Исчезло Я вот не знаю, так себя светлячки ведут или нет Такое было, знаете Тусклое, тусклое, бело-голубое свечение То есть, когда я сфокусировал на нем внимание Оно было Сначала я его заметил боковым зрением Сфокусировал на нем внимание Буквально несколько секунд И оно исчезло Странно Если кто-то знает Светлячки так себя ведут или нет Напишите, пожалуйста, в комментариях Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень интересный факт В самом начале Как будто бы услышал шаги с той стороны Есть там кто? Может быть, животные Какое-нибудь ходят Ну так вот Интересный факт В самом начале эксперимента Когда я пытался смотреть в одну точку на зеркале У меня перед глазами темнело Темнело И создавалось такое впечатление Что я погружался в какой-то вакуум У меня терялся слух То есть, шум с дороги я не слышал Сейчас же, когда я смотрю Долго в одну точку в зеркале Перед глазами встает То есть, у меня все исчезает Но вместо полной темноты Перед глазами возникает Некий темно-бордовый фон Но при этом Слух у меня уже не пропадает То есть, я уже До такой степени, видимо, не погружаюсь Вот в это вот В этот транс, наверное Интересно В этот транс Сейчас Когда я смотрел на зеркало Оно исчезло Но опять все потемнело Исчезло И передо мной возникла картина Что здесь стоит Передо мной столб Стоит столб И вокруг него что-то лежит Что-то похожее на Вы, наверное, меня сочтете за дурака Но вокруг Этого столба Лежало что-то похожее на тела Просто как будто бы Лежали тела Вокруг столба Три или четыре тела Я больше не могу здесь находиться Честно У меня все сильнее и сильнее Болит голова У меня давит на глазные яблоки Такое ощущение, как будто их Сжимает что-то Со страшной силой Я больше не могу Я хочу просто уйти сейчас отсюда Я не знаю, сколько прошло времени Я начал эксперимент в 12 Сейчас 3.30 Три с половиной часа я здесь провел Просидел Я больше не могу здесь сидеть Я хочу покинуть этот лес Я, пожалуй, сворачиваю сейчас Монатки И ухожу отсюда Я добрался до машины Как только я вышел из леса У меня перестали болеть глаза То есть на глазные яблоки Давление пропало Голова Стала болеть намного меньше Чем это было в тот момент Когда я в последние минуты Сидел перед зеркалом Я не знаю, насколько удачно Можно считать этот эксперимент Удалось ли записать на камеру Что-нибудь или нет Я увижу только при монтаже видео Но в плане ощущений В плане давления на психику Я могу сказать, что этот эксперимент Удался на все 100% Были очень интересные ощущения Были очень интересные видения Особенно последние видения Где стоял столб И мне казалось, что вокруг этого столба Лежали тела Такого я не испытывал раньше никогда И такого мне не доводилось видеть Повлияло ли на это зеркало Повлияло ли на это То, что зеркало стояло на кладбище Я не знаю Может быть все дело В накручивании самого себя Может быть все дело В той атмосфере Которая царила в том лесу Может быть все дело В том, что я помню Что происходило со мной В этом лесу Я не знаю Буду ли я проводить Такой эксперимент в дальнейшем Если этот эксперимент Не даст никаких результатов По крайней мере Не даст тех результатов Которые я планировал Получить от этого эксперимента То есть я планировал записать На видеокамеру Какую-то сущность Которая в результате Открытия портала Сможет показаться мне Через зеркало Но в любом случае Я не буду опускать руки И я буду продолжать Искать своего призрака На этом Я с вами ненадолго прощаюсь Пока, друзья мои До скорой встречи